Утро Литвы Жажду света горя Выйти стыдиться заря Ясно, белое тепло Дрогнуло птице крыло Солнце еще не видать А на душе благодать Говорят, что художники обладают особым зрением Скажем, мы видим снег белым, но иногда искристым А они различают в нем множество оттенков Синие, фиолетовые, желтые, оранжевые, зеленые Обратите внимание на небо В монументальной картине армянского художника Михаила Сагуяна Это море, это стихия Полосы облаков, как гряда волн Слева занимается утренняя заря Солнце еще не взошло, но лучи Его уже пронзили облака Превращая их в причудливые фигуры Которые напоминают нам кресты Занесенный над главным персонажем Великим князем Миндовгом Миндовг в центре композиции Он сидит крепко Первый и единственный король Великого княжества литовского Собиратель земель литовских, русских, белорусских В одно государство Жезл его направлен в небо А корона получает продолжение в крестообразных лучах солнца То ли небо благословляет его То ли корона излучает свет Направленный в космос Слева на коне Князь Гедемин Великий воин Конь его поднял ногу Рвется в бой Гедемин сумел укрепить государство Экономически, политически Строил православные и католические церкви и храмы На картине его копье направлено на башню Где из маленького костерка возникает дымка Рисующая мифического железного волка Который приснился ему, когда он ночевал в часовинке на горе Таурус И посоветовал создать город-крепость между двумя речками Нерисом и Вильей Так появился город Вильно Вильна Вильнюс Город, который несколько веков был главным соперником Москвы В освоении славянских земель и культур Вильнюс Фантастический город Здесь был создан университет на 200 лет раньше, чем в Москве А Георгий Скорина на 50 лет раньше, чем Федоров Издал книги на русском языке Библию и житие святых На этот город претендовали Польша и Белоруссия Его захватывал Наполеон, который, по легенде, мечтал поставить готический костел святой Анны на ладошку и увезти в Париж Вильнюс, как и вся Литва, стала фоном этой картины Здесь можно увидеть и духов монастырь и остробраму с огромной иконой Божией Матери, которая берегла и до сих пор бережет этот город Классицизм университетских дворов, венецианские дворики Кафедральный собор, католические храмы в стиле барокко и рококо Православные церкви, мечети и синагоги А также церкви и храмы из многих районов Литвы Но посмотрим направо Там еще один герой, князь Витовт Конь его вздыплен При жизни он был прозван великим При нем развитие государства достигло своего апогея, своего солотого века Утверждая, что Великое княжество Литовское было повернуто на запад Но Витовт уже тогда поглядывал на восток В то время, когда в Европе вовсе ушла война с мусульманами Он разрешил татарам поселиться в городах и ослабил им налоги И они историцей оплатили ему Помогли вместе с литовцами, белорусами, поляками и русскими Одержать знаменитую победу над тевтонцами при Грюнвальде в 1410 году Несколько раз пытались короновать великого князя Витовта Но Польша не позволила У слишком сильным при Витовте стало государство Границы территории которого достигли Черного моря Конечно, три князя на горе невольно ассоциируются с картиной Воснецова «Три богатыря» Но если у Воснецова богатыри стоят на страже Руси То Минделгас, Гедеминос и Витовтас Являются символом объединения в одном княжестве самых разных народов Литовцев и белорусов, поляков и русских, украинцев и татар Несколько веков они жили бок о бок В дружбе и согласии Вместе противостояли нашествию крестоносцев Смешались и обогатились их языки и культуры Может быть, стоит почаще вспоминать Те великие времена, когда единство разных народов Создавало великие государства В нижнем правом углу на ветке сидит птица, которая воспевает утро А холм, на котором стоят кони, весь покрыт цветами Тени же от коней образуют огромный цветок То ли ромашка, то ли подсолнечник В самом низу горы виден одинокий ржаной колосок Совсем недавно литовский хлеб был признан лучшим хлебом в Европе И этот колосок тоже является символом утра Литвы Литва всегда славилась своим радушием И встречала гостей самым вкусным в мире хлебом И самой доброй щепоткой соли Из плащей великих князей складываются три цвета флага Современной Литвы Рама же, в которую будет заключено полотно, обещает быть необычной На стыках ее появятся кованые дубовые листья с желудями Которые издревле тоже считаются символом Литвы Но самое необычное появится позже Когда выключат свет И в полной темноте мы увидим знаменитую икону Божией Матери Перед которой снимают шапки и крестятся верующие Проходя через за ушро с вартой Икону, в которой охраняет, пусть ставшей маленькой Но такой родной и любимой страной Которую обожали и воспевали Адам Мицкевич И Куб Колос И множество литовских и русских поэтов Скажу же спасибо армянскому художнику Праправну Коев Азовского За такой замечательный подарок К столетию восстановления независимости Литвы Люблю людей, особенно хороших Простых Бесценны те люди, с которыми даже молчание кажется душевным разговором Не тратьте жизнь Она не бесконечна Цените каждый вдох, момент и час И не тратьте на тех, которые не ценят вас Не обязательно сделать подвиг Достаточно не сделать подлости Побольше люби вам всем Любовь, доброта, красота спасет мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok